Друзья, всем привет! В Москве все так же нет снега, нет зимы, она не хочет к нам идти, и поэтому у меня есть время записать данное видео. Ко мне стало поступать очень много вопросов, как же спланировать свой тренировочный год, как выбрать ключевые старты в течение года, и как распланировать под них подготовку. И поэтому я запишу это видео, где я отвечу на данные вопросы. Всем нам известно, что человек не может находиться в состоянии постоянной активности. То же самое касается тренировочного процесса. И поэтому тренировочный год нам необходимо разделять на несколько тренировочных периодов. И сейчас я о них расскажу. Спортивный год выстраивается из соревнований, распланированных и по степени значимости. Поэтому спортсмен должен планировать свою подготовку с учетом постепенного наращивания спортивной формы к конкретному своему главному старту. Многие из любителей принимают участие в соревнованиях чуть ли не по два раза в неделю. Не осознавая, что таким построением своего тренировочного процесса, они в лучшем случае не будут прогрессировать в своих результатах, а в худшем случае могут нанести непоправимый ущерб к своему здоровью. Это может появиться не сразу же, может иметь какой-то накопительный эффект, но рано или поздно это гарантированно появится. А как следствие всего, это отсутствие прогресса в своих результатах и потеря дальнейшей мотивации к тренировкам. При правильно выставленном тренировочном процессе нагрузка должна дозироваться таким образом, чтобы последующая тренировочная нагрузка применялась не раньше того, как организм у нас полностью восстановится, но и не позже, чем эффект от предыдущей нагрузки полностью пройдет. Поэтому сейчас мы с вами разберем, как заспланировать свои соревнования и тренировки на год. Будет два варианта построения годичного цикла. Первый вариант, когда мы соревнуемся либо летом, либо зимой. Назовем его классический вариант, по которому тренируется большинство спортсменов. Также мы с вами рассмотрим второй вариант, поскольку многие из любителей принимают участие в соревнованиях как и летом, так и зимой. И назовем такой вариант блоковый, потому что по сути он состоит из двух классических вариантов, только более коротких. И я в том числе последние годы активно принимаю участие в соревнованиях. Летом я бегаю, гонки с препятствиями, трейлы, беговые старты, иногда триатлоны. Зимой я принимаю участие в лыжных соревнованиях. Поэтому, исходя из своего собственного опыта, я расскажу, как правильно построить тренировочный процесс и спланировать свой соревновательный год. В обоих вариантах тренировочный год у нас будет разделен на периоды. Их у нас три. Подготовительный, соревновательный и переходный. Это обусловлено тем, что невозможно постоянно находиться в отличной соревновательной форме, поскольку спортивная форма имеет волнообразный вид. То есть бывают периоды пика формы и периоды спада формы. И это зависит от того, как выстроен у нас тренировочный процесс. В классическом варианте, в годовом цикле, этих периодов у нас будет всего три. То есть первое, это подготовительный период. Он занимает 3-4 месяца. Если мы соревнуемся зимой, то у нас подготовительный период длится с мая по сентябрь где-то. Если мы соревнуемся летом, то подготовительный период у нас длится с декабря по март. Далее, после подготовительного периода у нас идет соревновательный период, который занимает от 7 до 8 месяцев в среднем. Ну, в последнее время зимой у любителей это, я думаю, что чуть-чуть короче. Но если мы соревнуемся зимой, соревновательный период у нас начинается в сентябре и заканчивается в марте Если мы соревнуемся в летом, то у нас соревновательный период начинается в апреле и заканчивается в ноябре И заканчивается весь тренировочный год У нас с переходным периодом он длится от 1 до 1,5 месяцев Если мы соревнуемся зимой, то это где-то апрель или середина мая Летом это у нас ноябрь-декабрь месяца Теперь мы рассмотрим блоковый вариант построения подготовки, то есть когда мы соревнуемся как и летом, так и зимой Здесь уже будет два блока по три периода, то есть летний блок подготовительный, соревновательный и переходный И зимний блок подготовительный, соревновательный, переходный Итак, начнем В блоковом варианте подготовительный период занимает от 1,5 до 2 месяцев в среднем В летний период, перед летней подготовкой, подготовительный период начинается в апреле и заканчивается в мае где-то В зимней подготовке он начинается в ноябре и заканчивается в декабре Соревновательный период в блоковой подготовке длится от 3 до 4 месяцев в среднем Летний соревновательный период начинается в июне и заканчивается в сентябре Зимний период начинается в январе, по марту это во многом обусловлено даже продолжительностью зимой и снежным покровом. И переходный период занимает где-то один месяц. Летом переходный период это у нас октябрь, в зимней подготовке это середина марта-апрель. Все зависит от запланированных вами стартов и снежных условий вашего региона. И сейчас я вам расскажу, как спланировать свои старты на сезон, рассмотрев обе схемы. А далее подробно расскажу, как выстроить работу в подготовительном соревновательном переходном периоде. В каждом из тренировочных периодов решаются определенные задачи. Периодизация непосредственно связана с календарем спортивных соревнований, где состояние повышенной готовности должно приходиться на соревновательный период. А наивысший пик спортивной формы приходится на проведение самых важных соревнований. При этом количество соревнований должно быть таким, чтобы вы смогли обеспечить наивысший результат в главных соревнованиях. Теперь разберем старты. Условно обозначим главный старт, это буквой А, то есть категория основных соревнований. Буквой Б мы обозначим категорию второстепенных стартов, то есть проходные старты. Теперь рассмотрим, как запланировать нам старты на год. Сначала рассмотрим классическое построение. Летний соревновательный период у нас гарантированно длится 7-8 месяцев, за исключением стартов, связанных с плаванием. Потому что лето обычно холодное и вода в водоемах холодная все лето. Здесь возможно в течение лета сделать до трех основных стартов, то есть стартов А. Главное учитывать то, что временной интервал между ними должен составлять минимум месяц, а в идеале два месяца. Чтобы вы могли полноценно отдохнуть от основного старта и выстроить свою подготовку к следующему старту А. В основное время вам никто не запрещает соревноваться. Можно соревноваться, но это будут у вас уже старты Б, так называемые проходящие старты. На которых вы будете уже решать какие-то тренировочные задачи, либо просто бегать в удовольствие. Но с такими стартами тоже нельзя злоупотреблять, так как мало кто из любителей способен чувствовать темп и состояние своего организма. И зачастую увлекается и выхлёстывает резервы своего организма на таких стартах. Поэтому я рекомендую бегать такие старты не чаще, чем один раз в две недели. Если будем разбирать лето, вот в классическом построении. Основные старты А я бы поставил на июнь месяц, скорее всего конец июня, середина августа и осенью. То есть можно сбегать в октябре, либо в конце сентября. Здесь всё варьируется от выбранных стартов. Теперь перейдём к зимнему соревновательному периоду в классическом построении. Здесь большинство любителей ограничено снежным покровом, который во многих регионах устойчиво ложится лишь в декабре, а то и в январе. В этом году даже в январе он не хочет ложиться устойчиво. Поэтому мы страдаем. И непосредственно лыжные соревнования у нас начинаются не раньше декабря. И здесь мы можем успеть сделать 2, максимум 3 старта А. И то, если 3 старта А, это при условии того, что вы поедете на вкатывание куда-то в снежные края и продлите свой соревновательный период до середины апреля. То да, вы сможете успеть сделать 3 основных старта. А в принципе, здесь также схема расстановки стартов аналогична летней. То есть минимум 1 месяц между стартами А, а в идеале 2 месяца между стартами А. Ну и 2 недели между стартами Б. Также здесь нужно учитывать уровень своей подготовленности и расстановку основных стартов. Теперь рассмотрим блоковую расстановку. Многие из лыжников из-за короткой зимы начинают летом скучать. В том числе и я. И мы начинаем принимать участие в летних смежных стартах циклических. Таких как бег, триатлон, трейл ранинг, гонки с препятствиями. Также люди из летних видов спорта иногда принимают участие в зимних соревнованиях. Поэтому расстановка стартов в блоковом периоде на лето должна выглядеть примерно таким образом. То есть мы первый старт делаем в июле. То есть это либо середина июля, либо конец июля. И второй основной старт мы делаем уже где-то осенью. То есть в сентябре. Зимой. Зимний соревновательный период у нас опять упирается в снежный покров. И здесь мы можем сделать только два основных старта. То есть он будет где-то у нас, наверное, в конце января и в марте месяца. Опять повторюсь, что это общая рекомендация, которая не учитывает индивидуальные особенности спортсмена. И прежде чем перейти к разбору каждого из периодов, и что мы будем делать в этом периоде, мы разберем, как вообще выглядит конкретно весь тренировочный период и из каких циклов он выстраивается. Сначала у нас идет общий, то есть годовой большой, так называемый, макроцикл. Он у нас длится, может, от двух до двенадцати месяцев. Это называется долгосрочное планирование. Макроцикл включает в себя ряд законченных мезоциклов. Мезоцикл – это уже среднесрочное планирование. Продолжительность мезоцикла в среднем у нас от трех до четырех недель. Иногда это может быть от двух до шести недель, в зависимости от подхода. В свою очередь, мезоцикл включает ряд законченных микроциклов. Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет симпатизировать его в соответствии с главной задачей этапа подготовки и обеспечить оптимальную динамику нагрузки, а также позволяет достичь оптимального сочетания разных средств и методов подготовки и, как следствие, развития различных качеств и способностей. Мезоцикл может включать в себя повторение ряда микроциклов, зачастую одинаковой направленности, либо чередование микроциклов разной направленности. Обычно в подготовительный период идет ряд одинаковых микроциклов, в соревновательный период идет чередование микроциклов. И обычно мезоцикл у нас заканчивается либо разгрузочным микроциклом, либо соревнованиями. Микроцикл. Тут характерно краткосрочное планирование. Микроцикл может быть длиной от нескольких дней до недели. В тренировках начинающих спортсменов эффективны более короткие циклы, то есть это 23 тренировочных дня, которые сменяются днем отдыха. Микроциклы разделяются по своей направленности, бывают микроциклы втягивающие, базовые, контрольно-подготовительные, подводящие, соревновательные, восстановительные. Теперь мы рассмотрим, какую из работ необходимо выполнять в каждом из периодов. Подготовительный период. Это фундамент нашей подготовки в соревновательном периоде. И результаты соревнований будут зависеть от того, как вы проведете свой подготовительный период. Потому что не бывает такое, что вы всю зиму лежали на диване, либо два раза ходили в фитнес-клуб, чтобы не набрать своих лишних 10 килограммов. А с приходом весны или лета вы выходите на старт и показаете какой-то выдающий результат. Такого не будет. В лучшем случае, если вы вовремя возьмете залу и начнете структурированно подготовиться, то к концу своего соревновательного периода вы, может быть, выйдете на свой пик. А зачастую этого не происходит, потому что мы начинаем бегать все возможные и невозможные старты и в итоге просто-напросто добиваем свой организм. Так как же правильно выстроить свою подготовку в подготовительном периоде? Подготовительный период условно можно разделить на два этапа. Это общеподготовительный этап и специально подготовительный этап. Из названия примерно понятно, чем мы будем заниматься в этих этапах. Общеподготовительный этап. Основная задача данного этапа – это повышение уровня физической подготовленности за счет развития аэробных возможностей организма. То есть, по-простому мы выполняем номерную работу. Также в этот период необходимо делать акцент на развитии технической составляющей и незабываемо про общую силовую работу. Например, если вы лыжник, то тут можно выполнять различную общую циклическую работу. Бег, шаговая имитация, роллеры, велосипед. Роллеры даже я бы рекомендовал включать уже ближе к середину лета. Если вы, конечно, горите прям желанием вставать на роллеры в мае и июне, то уделяйте больше внимания технике. А вообще, по собственному опыту, если я вставал на роллеры в конце мая, то уже к сентябрю месяцу меня немножко от них просто подташнивало. Поэтому максимально надо свою нагрузку миксовать, то есть подключать разные виды активностей, тем более лыжные гонки позволяют это делать. Если же ваша соревновательная деятельность связана с бегом, то в общеподготовительный этап можно выполнять работу на велосипеде, либо зимой на лыжах. Длительность этого этапа зависит от соревновательных периодов. В классической схеме это примерно 2-3 мезоцикла, либо 6-9 недель. В блоковой схеме это 1-2 мезоцикла. В среднем это 3-5 недель. Второй этап подготовительного периода это этап специальный подготовительный. Основные задачи данного этапа сохранить объем тренировочной нагрузки, которую вы выполнили в общеподготовительном этапе. А также добавить специальную работу в зависимости от вашего целевого вида спорта. Также тут идет повышение интенсивности, то есть можно выполнять работу около панно. К общей силовой работе можно добавлять специальные силовые работы. Если вы лыжник, то рекомендую здесь выполнять работу кросс, шаговую имитацию. К ней можно добавлять небольшой процент прыжковой имитации. И делать специальную работу на лыжероллерах. В беговых дисциплинах можно подключать различные специальные работы и кроссы. Длительность данного этапа в классическом периоде примерно 2-3 мезоцикла. Составляет в блоковом периоде 1-2 мезоцикла. Теперь мы переходим к соревновательному периоду. Основными задачами соревновательного периода являются повышение достигнутого в подготовительном периоде уровня специальной подготовленности. И достижение максимальных результатов в главных соревнованиях, то есть в соревнованиях А. Напоминаю, что их может быть не более 2-3 в отдельном соревновательном периоде. Задачи по развитию своей спортивной формы мы можем решать за счет соревнований категории B, то есть второстепенных стартов, а также с помощью различных развивающих работ. Например, темповых, интервальных, скоростно-силовых. Соревновательный период у нас также разделяется на 2 этапа. Первый этап – это развитие спортивной формы. А второй этап – это этап подготовки к главному старту. На первом этапе, на этапе развития спортивной формы, решаются задачи повышения уровня подготовленности и выхода в состояние спортивной формы за счет выполнения различных развивающих работ. В конце данного этапа мы обычно принимаем участие в соревнованиях. Это может быть даже первый старт класса А, то есть первый главный старт. Продолжительность в классической схеме составляет 4-6 недель, в блоковой схеме 3-4 недели. Далее идет этап подготовки к главному старту. На этом этапе решаются следующие задачи. Восстановление работоспособности после первого старта А, то есть после первого главного старта. Дальнейшее совершенствование физической подготовленности, выполнение различных развивающих работ с целью подводки к главному старту. Продолжительность данного этапа в классической схеме составляет 6-8 недель, в блоковой схеме 4-6 недель. Первую половину времени в этапе подготовки к главному старту мы выполняем повышение нагрузки. Во второй половине мы выполняем уже подводку к главному старту, то есть немного сбрасываем нагрузку. Но все, повторюсь, это индивидуально и нужно каждому индивидуально пробовать. Ну и заключение сезона у нас идет переходный период. Основная задача переходного периода – это полное восстановление организма после предыдущих нагрузок, при необходимости лечения заболеваний и травм, а также активный отдых. В этот период применяют разнообразную подготовку, то есть она должна максимально отличаться от основной вашей деятельности спортивной. То есть нужно максимально перезагрузиться, но при этом сохранить общий тонус и общую активность. То есть можно подключать различные смежные виды спорта, то есть у лыжников есть большой выбор, у бегунов выбор более ограничен. Можно использовать в своей подготовке как велосипед, лыжи, бег, плавание, ски, альпинизм. Также можно включать активный отдых в виде рыбалки, охоты, походов. В общем, к чему у вас душа лежит и что вы хотели попробовать, то переходный период – это отличное время. Попробуйте новую активность и смените вид основной своей деятельности. Соревновательный, то есть разгрузиться и подойти к следующему подготовительному периоду в хорошей, свежей форме. Также я рекомендую в этот период уделить время активному стретчингу. Если вы тренируетесь в блочном режиме, то тут можно уделить внимание работе над мышцами и стабилизаторами, чтобы вы смогли безболезненно втянуться в летний период, то есть беговой сезон после лыжных гонок. Друзья, сегодня на этом у меня все. Надеюсь, что этот выпуск был полезен для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, пишем в комментариях. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новую информацию относительно тренировок, потому что я буду периодически выпускать новые выпуски с различными комплексами, с обучающим материалом. Вот. Ну и поставьте, конечно же, лайк данному видео. Друзья, тренируемся и не забываем про спорт.